Здравствуйте, уважаемые веб-разработчики! Добро пожаловать на бесплатный семинар от Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Бауна. С вами старший преподаватель Алексей Тарасов. Веду курсы по веб-разработке уже более 9 лет. Учебный центр «Специалист» — это более 1000 курсов, миллионы выпускников и 250 преподавателей-экспертов. В зависимости от программы обучения выдаются различные документы. Это может быть свидетельство после окончания дополнительных образовательных программ, удостоверение повышения квалификации или диплома профессиональной переподготовки. Географически мы располагаемся на госпитальном переулке, 3-й улице Емского поля, улица Радио, улицы Воронцовской и улицы Баунской. Выбирайте тот комплекс, который ближе к вам и удобнее для учебы. Итак, давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Алексей Тарасов. Я являюсь старшим преподавателем в Центре компьютерного обучения «Специалист». Веду курсы по веб-разработке уже более 8 лет. В основном это веб-разработка, это курсы по PHP, курсы по JavaScript, курсы по MySQL и курсы по HTML. И являюсь автором нескольких курсов, например, по Symfony, по React и некоторых других. Сегодняшний семинар будет посвящен очень интересной теме, как создать простой чат-бот NanoJS. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам нужно автоматизировать какую-то деятельность. Это может быть сообщение какой-то справочной информации, работа с службой поддержки, показ каких-то автоматических вещей, тесты. Ну и как бы все это вписывается в архитектуру создания чат-бота. Я надеюсь, что этот 40-минутный семинар позволит вам сориентироваться, как можно создать достаточно просто своего чат-бота. И что дальше с ним делать, сколько вы потратите для того, чтобы развернуть свою микроинфраструктуру, а также сориентируйтесь на какой курс можно пойти дальше. Первым делом немножко поговорим о подготовке, которую вам нужно провести для того, чтобы начать создание чат-бота. Предполагается, что у вас уже установлен Node.js, причем установлен так, что с системной переменной Path прописан путь к месту установки. Другими словами, предполагается, что вы можете из любой директории, из любой папки своего проекта вызвать сразу и пакетный менеджер, и сам Node.js. Далее вы создаете некоторую папку, которая будет содержать весь ваш проект. Я назвал у себя ее курс чат-бот. Далее нам нужно проинициализировать эту папку файлом package.json. Это специальный файл проекта. Чтобы его не создавать очень долго вручную, мы используем npm init с флажком y. В этом случае у нас создается автоматом такой вот файл прямо в папке, где вы работаете. Далее нам нужно будет установить два основных компонента нашего чат-бота. Во-первых, это известный в мире разработки на Node.js фреймворк экспресс. Во-вторых, это сам инструмент Socket.io, который позволяет настроить работу по обмену сообщений между браузером и сервером. Предполагается, что файловая структура нашего проекта будет выглядеть так. Node.models содержит модули после инициализации нашей папки при помощи npm init y. Саму команду npm init y я не выполнил, потому что у меня уже это все сделано. Результатом выполнения npm init стал вот этот вот пакет JSON со всеми зависимостями. Ну а сами модули находятся в Node.models. Если вы постараетесь, вы можете там и Socket.io найти, и другое содержимое, которое отвечает за работу. В принципе, это все, что тут есть, это вот связано с Socket.io и с экспрессом. Ну и когда у нас эти все файлики есть, чат-бот это сам HTML файл, который будет отправляться клиенту, и пользователь будет именно с него смотреть, и package.json. Index.js это наш серверный файл, в котором мы основную логику сервера прописываем. Следующим нашим шагом будет непосредственно создание файла на сервере, который будет отвечать за общение с клиентской стороной, то есть с браузером. Для этого мы создадим файл Index.js, и назвать его можно было бы как-то по-другому. Я привык к таким названиям главного файла. Внутри мы подключаем модуль экспресс, подключаем наш HTTP-модуль для того, чтобы создать веб-сервер, и самое главное, подключаем наш Socket.io, передавая туда внутри как аргумент HTTP, то есть наш сервер. Далее в строке Methods я сократил на презентации, мы описываем какую-то вспомогательную информацию. Эта информация вовсе не нужна для вашего именно бота. В моем случае мой бот отвечает ответами такими, он ждет, когда с клиента придет сообщение о запросе на какой-то метод JavaScript. Поскольку я веду курсы по JavaScript, то мои слушатели очень часто спрашивают отдельные вещи. И чтобы сократить поиск каких-то документальных вещей, или точнее вещей из документации, я решил создать чат-бота, который будет показывать нам информацию о методах массива JavaScript. Ну, совсем такая тонкая задача, предназначенная именно для своих целей. Соответственно, у вас вместо метода будет находиться что-то там свое, какие-то свои данные, и оттуда мы будем их брать. Потом, когда появится база данных, если она вам будет нужна, вы можете забирать информацию уже из базы данных. Далее мы создаем на маршруте корневом подключение чат-бота HTML. Чуть позже мы поговорим о том, что там должно быть. И запускаем наш сервер на том порту, на котором вы привыкли. Ну, например, в качестве теста я выбрал 3000-й порт. Самое интересное будет у нас как раз в месте, где будет прописана работа модуля Socket.io. Сама работа Socket.io у нас будет заключаться в том, что мы навешиваем на нужные события в работе системы нужные действия. Самое первое событие, которое у нас происходит, это обычно подключение. То есть, когда у нас соединяется клиент с сервером и вызывается коннекшн. Дальше мы говорим, что на Socket.io мы вешаем на событии чат-месседж какой-то вывод сообщения. И также мы говорим, что у нас отрабатывает Socket.io.io. Emit – это генерация события. Мы сделаем его одноименным. Получается, что в текущем варианте чат-бота мы отправляем некоторые события с текстом. Для простоты я демонстрирую, как отправить, например, текущую дату. То есть, когда с клиента будет происходить запрос на сервер, сервер будет отвечать каждый раз текущую дату. Ну, а вообще самый первый старт предполагает, что мы будем писать привет, чтобы на клиенте мы видели, что у нас действительно пошла работа, что мы только что подключились. Таким образом, задача очень простая. Сервер должен всякий раз на каком-то событии, пришедшем с клиента, выполнять какое-то действие. То есть, я назвал это событие сейчас чат-месседж. Вы можете назвать его как угодно. Выполнять какую-то работу. Поиск данных в базе, поиск данных в нашем методе переменной, поиск данных в файле, выполнение какой-то движухи. А потом, когда эта работа выполнена, следует обратная отправка сообщения из серверной части. Socket.emit. Это говорим мы на каком-то событии, которое будет, опять же, на клиенте отлавливаться и отправляем что-либо. Вместо того, чтобы отправлять строчку с датой и временем, в рабочем нашем боевом примере будет отправляться объект, в котором будет пара свойств. Одно свойство будет описывать тип отправляемой информации. Предполагается, что мы можем отправлять видео, изображение или кусочек кода с определением. А второе – это сам контент. То есть, описание метода, описание URL, видео или, возможно, блока какого-нибудь дополнительного. Если я первоначально эксперименты делал, там вообще у нас iFrame отправлялся, но iFrame – это слишком жирно отправлять, поэтому просто адрес видео или там какой-нибудь листинг кода. Файл javascript.index.js содержит переменную объект methods. Оно у меня достаточно большое. Предполагается, что именно это те данные, которые будут отправляться пользователю в ответ на запрос. Фактически здесь описывается документация по javascript. Отправляются описания методы массивов. Ну и вот эта часть самая интересная, которая связана с работой сокета. На подключении мы навешиваем на событие chat message, callback, и когда мы получаем сообщение с клиента, то в 408 строке мы говорим, если человек спросил mcg равно all, то есть если у нас запрашиваются все методы, мы эти все методы выводим. Ну, они у меня грубо выводятся прямо в тегах, прямо одним большим списком. Здесь есть еще куда развивать эту систему, эту идею. Соответственно, по-хорошему предполагается, что у вас должна быть база, потому что если мы выйдем за перечень просто каких-то там 30-40 методов, то нам будет этого не хватать. И когда вам этого будет не хватать, соответственно, придется подключать соединение, там какой-нибудь MongoDB или что-нибудь еще, и оттуда запросом получать нужные данные по поиску или как там вы больше захотите. Итак, еще раз, chat message – самая главная часть, которая обрабатывает сообщение с клиента. Ну, другие значения у нас здесь соответственно предполагают, что мы можем проверить, если величина отправлена, то просто какое-то содержимое текста отправляем или кусочек кода. При экспериментах у меня там еще и видео отправлялось, вы в любой момент тоже это можете сделать. Ну, а по умолчанию, видите, socket emet у нас отправляет сразу запись типа приветствия, привет, наберите там название любого метода. Ну и внизу код, который уже можно, в принципе, не смотреть. Мы работаем на трехтысячном порту. Я думаю, здесь все логично и понятно. Урезанный вариант chatbot.html файла будет выглядеть следующим образом. Во-первых, вы обязательно подключаете скрипт под названием socket.io, socket.io.js. Неважно, что на самом деле, этот скрипт у вас не присутствует на странице. Главное, чтобы вы прописали именно вот эту строчку. Дальше уже внутри самого скрипта вы описываете во-первых, сам модуль socket равно aya круглыми скобками и это означает, что вы тут же можете сразу принимать события. Если у вас приходит событие сервера, вы его отлавливаете socket on chat message и добавляете куда-то в какой-то там div или в какое-то место типа текстерия или еще куда-то это сообщение, чтобы пользователь его видел, то, что пришло с сервера. В свою очередь, у вас есть кусочек html, который должен принимать сообщение. Это может быть либо input, либо это текстовая область типа текстерия. Можно, в принципе, взять и какой-нибудь div, у которого будет content editable атрибут прописан. Но лучше вначале не усложняйте задачу. Ну и дальше навесьте на элемент, в котором предполагается получение текста события от пользователя в браузере обработчик типа k-app-handler, который по нажатию на клавишу enter будет это событие будет этот текст забирать из элемента и отправлять события на сервер путем socket emit chat message. То есть, обратите внимание, все очень просто. На сервере мы события получаем chat message через метод on, навешиваем, точнее, обработчики и обрабатываем события и эмитируем, запускаем события при помощи emit, но на клиенте все то же самое. На chat message on chat message мы получаем события, на emit мы его отправляем. На самом деле можно было бы даже обойтись без всяких кнопок и полей ввода, потому что бывают случаи, когда нам нужно просто показывать изменения, ну скажем там курса валют или лучше какую-нибудь трансляцию и периодическое изменение, которое мы сразу должны отобразить в браузе. Я для своей наработки взял шаблон bootstrap чтобы все было красиво, но какие-то стили пришлось, конечно же, дописать, вы сможете с ними познакомиться, ссылку на архив, я думаю, мы ниже видео разместим. Главное, что здесь есть диф с аденификатором чат, который содержит сам чат, месседжес содержит перечень сообщений, дальше там эксперименты я проводил всякие разные с версткой, и самая главная часть это вот здесь, когда мы говорим, что сокет он чат месседж, то, что придет у нас с сервера, мы обрабатываем, если то, что пришло, это у нас текст, мы просто выводим, говорим, что бот вывел такой-то текст, а если это коды, то там более красиво оформляем. Отправка же самого текста из страницы по нажатию на enter получается, и мы, соответственно, опять же говорим socket emit, отправь на сервер вот это сообщение. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Внутри проекта мы говорим node.index.js запуская сервер, он стартует на 3000 порту, теперь достаточно localhost 3000 прописать и мы увидим, если все пошло нормально, внешний вид вот какой-то такой. Вот сейчас у меня сервер emit сделал, отправил сообщение. Давайте посмотрим, наберем какую-нибудь команду, типа all и увидим, как придут все методы массивов. Вот они. Теперь, если написать здесь какой-нибудь из этих методов, я даже не попросил, не предложил написать, что вот нам этого сделал, мы сразу получим ответ описание этого метода, там есть кусочек кода красивый, там есть описание какое-то, ну, видите, у меня полосы прокрутки пока что нету и приходится масштабирование сделать так, чтобы все поместилось, тут есть еще над чем работать, но в целом это абсолютно работающий пример, достаточно запустить этот чат-бот у вас на работающей ноде и вы увидите вот этот результат и можно же сюда добавлять что-то, писать что-то. Обратите внимание, все что мы пишем в самом текстерии, мы дублируем это в консоль лог, то есть можно понаблюдать, посмотреть, как это все тестится, и я надеюсь, вам этот пример очень понравился. Друзья, ну а теперь тех, кто хочет разобраться в этой теме более глубоко и предметно, я приглашаю на наш курс серверное программирование на Node.js. Здесь мы разбираем самые интересные вещи, касающиеся Node.js, именно для начинающих. Мы читаем файлы, мы создаем сервер, мы создаем наставим API, мы даже учимся работать с MongoDB, и это все за три дня, если мы занимаемся с 10 до 5. Курс насыщен лабораторными работами, практикой, и после каждого занятия я даю домашнее задание. Домашнее задание обычно предполагает три разные сложности задачи. Первая самая простая, которая просто закрепляет материал, вторая более предметная и третья совсем со звездочкой, те, кто ее выполняют, уже получают максимум отдачи от ДЗ. А почему-то в моей презентации это не отображено, но на самом деле мы также еще учимся залогиниваться на своей странице, поддерживать сессию, разлагиниваться, получать доступ к засекреченной странице, ну и в общем заниматься очень классными вещами. Что касается предварительных требований, то для курса обязательно нужно быть знакомыми с основами джаваскрипта и рекомендуется конечно перед курсом пройти еще дом ивенц, это работу с джаваскриптом в браузере и события, а также неплохо было бы, если бы вы посетили курс, посвященный работе с веб-серверами. Дело в том, что на курсе Node.js мы обязательно затрагиваем тему отправки заголовков и функционирования веб-сервера. И в общем-то знание основ работы с веб-серверами может существенно вам помочь при работе с Node.js. Но если вдруг вы очень сильно хотите попасть и времени на предварительные курсы нету, приходите, но от вас потребуется дополнительное внимание и дополнительные вопросы во время занятия задавать, чтобы весь материал был усвоен хорошо. Друзья, если этот бесплатный семинар вам понравился, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. После того, как видео будет размещено на YouTube, пожалуйста, лайкайте, комментируйте и если что-то непонятно, вы всегда можете подписаться на канал Специалист.TV, чтобы задать вопросы или вдруг в случае необходимости повторить материал. Вопросы по записи на курс вы можете всегда задать нашим менеджерам на сайте Специалиста. До новых встреч, удачной вам веб-разработки и всего доброго! Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok